Он любит собирать конструктор, умеет вышивать и отлично разбирается в шахматах. На одну клетку это король, только по диагонали, по диагонали, по прямой, по вертикали. Так, кодь ходит прыг, сколько сбок, я пошла. Сидим вашего коника пони. Серьезную игру Миша Канышев освоил еще в 4 года, а вот наука ходить не шахматными фигурами, а собственными ногами. Семилетнему мальчику дается с большим трудом. Таких, как он, называют хрустальными детьми. Врожденное заболевание делает кости невероятно хрупкими. Достаточно ушиба или неловкого движения, чтобы получить травму. Несколько дней назад мальчик перенес новый перелом, уже 21-й по счету. У нас на даче очень плохие дороги, и я наехал колесом и упал. У меня здесь случился перелом. О том, что Миша необычный ребенок, его мама Ольга Канышева узнала, едва он появился на свет. Самый первый перелом ключицы случился еще в роддоме. Оттуда ребенка для обследования решили направить в больницу. И уже во время транспортировки произошла вторая травма. У малыша сломалось бедро. В итоге врачи поставили неутешительный диагноз – несовершенный остеогенез. Организм вырабатывает недостаточно коллагена, который делает кости прочными и эластичными. Так что маленькому мальчику всю его жизнь приходится терпеть боль и быть мужественным. Как говорит Миша, в самые тяжелые моменты он старается думать о хорошем. Это значит не хрупкий мальчик, это значит хрупкие кости. Да, у меня ноги только ломаются, а руки, о, сильные. И вы знаете, когда переломы, он сам успокаивает нас. Не переживайте, все будет хорошо. Ну, мы привыкли так. То есть мы даже, когда врачи приходят, да, мы с ним плачем потом в подушку вместе, когда никого нет в палате. А так, так все хорошо, держимся. Миша требуется лечение. И комплексную помощь сейчас им могут оказать только в Москве, в платной клинике. Первый курс Миша прошел там после рождения. Деньги собрали через газету. После той поездки о переломах забыли до полутора лет. Потом у мальчика изменилась нагрузка, он начал ходить и снова стал постоянным пациентом травматологов. Перенес семь операций. Здесь мы единственное можем, если у нас перелом, мы можем приехать в первую больницу, и нам замечательные врачи могут оказать помощь, первую помощь при травме. А вот правильно провести терапию, назначить курс лечения, наблюдать. У нас вот, к сожалению, в нашем городе, ну и во многих городах нашей страны нет. Как говорят врачи, перспективы у мальчика хорошие, но нужно много работать, лечиться, развивать мышцы, научить Мишу правильно двигаться. Ему пока еще требуется лечение медикаментозное. Помимо медикаментозного лечения, ему нужна будет реабилитация, направленная на развитие нужных для ходьбы мышц и укрепление мышц спины. И, возможно, ему понадобится и хирургическое тоже лечение для того, чтобы внутрь кости вставить специальный металлический штифт. Новый курс лечения в московской клинике необходимо провести в ближайшие недели. Но заплатить полмиллиона рублей семья не в состоянии. Ольга не работает по образованию, она учитель начальных классов, но не может преподавать. Сыну требуется постоянное внимание. Отцу пока тоже не удается найти постоянное место. Каждый раз, когда у Миши случается перелом, папе приходится брать больничный, чтобы помочь супруге. И старшая сестра еще учится. А мальчику очень важно встать на ноги, обходиться без коляски, ходунков и без поддержки. В сентябре он должен пойти в первый класс и хочет проделать путь до школы своими, а не мамиными ногами. Поехали! Быстро, быстро! Быстрее! Ольга Бусыгина, Евгений Раков, Ольга Потапенко, Вести, Петербург. Чтобы помочь Мише, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для малышей. На сайте нашей телекомпании, на сайте Русфонда, все адреса сейчас на экране, можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. В соответствии с недавно принятыми поправками в законодательстве, те, кто отправит такие смс, могут получить сообщение мобильного оператора, в котором вас попросят подтвердить оплату. И если вы не выполните это условие, деньги до детей не дойдут.